МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эхо финансовых пирамид продолжает звучать в Татарстане. Какая развалилась на этот раз, почему люди так легко клюнули на Френдекс, и какой новый поворот в деле Финика. Люди вкладывали очень большую сумму денег. У кого миллион, у кого два. Татарстан на 9-м месте по количеству вакцинированных от ковида. А федеральные врачи уверяют, что риск появления рака повышается в разы. Так ли это? Проявление либо воспалительного характера, либо раннего онкологического. Молодежь Татарстана сможет ходить по театрам бесплатно. В чем суть программы? Пушкинская карта и на что потратить ее будет нельзя. На эту карту будет положено на 4 месяца 3 тысячи рублей. Аномальная жара не отпускает Татарстан. На этой неделе столбики термометров вновь поднялись выше 35 градусов. Да и в ближайшие 7 дней синоптики обещают отсутствие осадков и уверяют, что настоящая аномальная жара еще впереди. Видимо, поэтому люди так и стремятся к водоемам, что, похоже, становится опасно для жизни. По данным МЧС, с начала года уже утонуло 72 человека, включая шестерых детей. Для сравнения, за весь прошлый год утонуло 92 человека. В свете такой неприятной статистики спасатели с нетерпением ждут завершения купального сезона. Основная причина смертей – купание в необорудованных местах и алкогольное опьянение. А последним случаем даже заинтересовались в прокуратуре Татарстана. В ведомстве возбудили уголовное дело по факту гибели подростка на реке Кама в набережных Челнах. Все произошло недалеко от поселка Элеваторная гора. Мальчик приехал искупаться с приятелем и на берег из воды уже не вышел. Как выяснило следствие, потерпевший практически не умел плавать и в какой-то момент начал звать на помощь. К тому моменту, как к тонувшему бросилась отдыхающая на берегу пара, подросток скрылся под водой. Какое-то время люди безуспешно пытались его найти самостоятельно, но не смогли. Тело погибшего обнаружили уже спасатели в 15 метрах от берега. По факту гибели 14-летнего мальчика, утонувшего накануне днем в реке Кама, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности. Расследование взято на особый контроль в прокуратуре. Да и другим детишкам не так, чтобы безопасно было в воде. Татарстанские инфекционисты на неделю обратились к жителям с просьбой не купаться в Волге и на Казанке. Из-за аномальной жары вода зацвела и буквально кишит бактериями. Каждый день медики госпитализируют десятки малышей. Симптомы у всех одни. Температура под 40, рвота и иные кишечные проявления. Двухлетний Тимирлан и его мама позволяют себе намочить только ноги. Глубже заходить боятся. Все дело в том, что вода в Казанке неприятного зеленого цвета. А на берегу лежит мертвая рыба. Я на самом деле только позагорать воду я, конечно, не рисковала бы заходить, потому что и запах, и растет, и вообще запах прям очень резкий такой. Поэтому мы рискуем заходить. Но таких людей мало. Из-за аномальной жары бдительность потеряли даже самые осторожные родители. Желая сбить градус накала, семьи с детьми купаются в зеленой Казанке и Волге, что крайне опасно, говорят врачи. Речная вода сейчас – это настоящий рассадник кишечной инфекции. Большое поступление идет с жалобами на появление кишечных синдромов. Это рвота, это жидкий стул, это сыпь. Именно связывают с купанием в водоемах. Достаточно большой. Но если в процентном соотношении идти, это процентов 60. Из всех поступающих, они такие вот детки поступают. Врачи детской инфекционки работают на износ. Бывают случаи, когда за ночь они принимают чуть ли не по 20 маленьких пациентов с одними и теми же симптомами. Причем заниматься самолечением медики не советуют. Дело в том, что кишечные инфекции опасны и сильнейшим обезвоживанием организма. Состояние для ребенка крайне опасное. Страдает сердечно-сосудистая система и почки. А потеря 20% жидкости и вовсе заканчивается смертью. Иногда температура бывает крайне высокая, очень плохо снижается. Ребенок становится вялым, капризничает, сонливый становится. Отказывается от еды, отказывается от питья. В такой момент желательно обратиться к медработникам, чтобы они оценили состояние ребенка. Именно поэтому врачи настоятельно не рекомендуют отпускать детей купаться в Казанке и некоторых местах Волги. В частности там, где вода мутная и очевидно, что зацвела. Лабораторные исследования, конечно, заражения воды не выявили, но купаться в цветущих водоемах не рекомендуется. Мы все видим, насколько большое количество солнечных дней, насколько высокая температура, и она держится с начала мая месяца по сегодняшний день. Активное солнце. Вот эти природные явления, они способствуют бурному развитию процесса размножения, деления тех самых сине-зеленых водорослей. Страдает от жары не только вода, но и воздух. Периодически посты сотрудников Росгидрометра фиксируют содержание формальдегида в воздухе. Кроме этого проблем добавляет смог, который приносят лесные пожары, бушующие в соседних регионах. В воскресенье произошла смена воздушной массы, атмосферный воздух очистился. Это на настоящий момент, сегодняшний день, не зафиксировано. Но надо отметить, что метеорологические условия сегодня опять способствуют накоплению временопримесей. Возможно, что в ближайшее время, сегодня, за вечер, может быть, завтра, превышение опять началось. Ученые-метеорологи говорят о нешуточных погодных аномалиях этого лета. Первая декада июня в Татарстане была на 5 градусов теплее нормы. В июле этот показатель не снижался. А в августе и вовсе отклонения уверенно идут к отметке 8 градусов Цельсия. Побили мы и некоторые метеорекорды. Например, за последние 120 лет август с аномалией более чем 5 градусов наблюдался трижды. Это было в 1972 году, в жарком 2010 и в 2016. Причем, как уверяют синоптики, в последние годы регорды только учащаются. И губительно это сказывается не только на людях. Жара нанесла сокрушительный удар по сельскому хозяйству. Из-за сильной засухи республика недополучит 800 тысяч тонн зерна. Это настолько много, что теперь зерно придется даже заводить из других регионов. Всего же, по данным Минсельхоза республики, финансовые потери сельхозпредприятий составили больше 25 миллиардов рублей. И это лишь предварительные подсчеты. Они еще будут пересчитаны, когда уборка завершится. Перерассчитаются, видимо, на основе этих показателей и цены на некоторые продукты, которые уже повысились на вино. О неизбежном повышении цен на спиртной напиток заявили российские производители. Причины две. Скудный урожай винограда в Крыму. Там из-за плохой погоды виноделы потеряли значительную его часть. И введение нового закона, который запретил производителям использовать импортное сырье для изготовления российских напитков. За счет чего резко подскочил спрос на отечественную ягоду. Иначе говоря, оптовые цены выросли с 60 рублей сразу до 150. То есть вино теперь станет дороже на 15-25%. По словам экспертов, больше половины отечественных вин всегда производили с использованием ингредиентов, закупленных за пределами России. Так как своего винограда попросту не хватает. Сейчас российские виноделы активно запускают новые площади виноградников. Однако на созревание ягод уйдут годы. Вкладчики еще одной финансовой организации не могут получить свои деньги. На неделе появилась информация, что компания «Феникс Инвест» прекратила выплаты своим клиентам. Руководитель проекта, конечно, заявил, что это технические неполадки. Однако длятся они, как выяснилось, уже несколько дней. Кстати, на неделе должен был состояться своеобразный митинг. Собраться все вместе намеревались все обманутые вкладчики организации «Фрэндекс». Но только по факту пришла лишь одна потерявшая деньги в сетевом бизнесе. Оказалось, что люди хоть и потеряли миллионы, но боятся об этом массово говорить в открытую. А некоторым якобы даже угрожают. В группе в Телеграме около пяти тысяч человек по всей России. Люди вкладывали очень большую сумму денег. У кого миллион, у кого два. Люди брали все кредиты, продавали машины, квартиры, вкладывали все туда. Екатерина, как и многие вкладчики, также захотела заработать легких денег. В планах было построить баню. В мае она вложила семь с лишним тысяч рублей, чтобы зарегистрироваться на платформе. А в июле еще добавила 85 тысяч. Но вывести не смогла даже обещанных процентов. В интернете я прочитала то, что они нормальные, достойные люди. Смотрела в Инстаграме. У них страницы есть в Инстаграме, в Телеграме. Постоянно нам говорили, что у нас будет все хорошо, что мы будем дальше жить, существовать. У них план был на пять лет вперед. 9 августа Екатерина, как и все вкладчики, увидели в личном кабинете сообщение, что по регуляторным соображениям Френдекс не может продолжать работу в России. Якобы 16 октября будут возмещаться убытки. Инвест-клуб Френдекс открылся четыре года назад и поначалу долгое время был закрытым. Только для своих. Потом случилась пандемия и основатели решили, так сказать, помочь людям заработать без больших вложений и рисков. Так в городах России и появились именные офисы. В Казани сразу два. И оба сейчас пустуют. По словам вкладчиков, основали Френдекс 32-летний Руслан Пичугин из Москвы и его товарищ 29-летний Дмитрий Чичулин. Еще в начале августа они выходили в прямой эфир Инстаграма и позитивно рассказывали о новых правилах игры. А вот в Казани, по версии следователей, продвижением Френдекса занималась чета Мадияровых. Телеведущая была директором регионального развития, а ее отец Табрис Ахтямов, к слову, экс-следователь по экономическим преступлениям, проводил публичные выступления. Мы можем сразу сказать, что они, если не имеют соответствующее юридическое лицо, зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не имеют лицензии Центрального банка, собрав определенное количество денежных средств, уже совершили правонарушение. В целом, компания Френдекс не имела лицензии Центробанка России и, по факту, инвестициями не занималась. Да, имелись признаки финансовой пирамиды, но это никого не смущало, поскольку так называемые партнеры-вкладчики получали заветные проценты. Когда же доходы перестали литься в широкие карманы вкладчиков, тогда люди и забеспокоились. Есть люди, которые даже получают выгоду в одной финансовой пирамиде и не остановились на этом, потому что, когда они получают определенный доход, они не знают, каким образом дальше распоряжаться с этими денежными средствами, и идут в другую финансовую пирамиду. Во многом случае они проигрывают там. Но не только обычным вкладчикам грозит теперь безденежье. Даже бизнесу пришлось не сладко из-за доверия к финпирамидам. На этой неделе выяснилось, что работники одного из агентств недвижимости якобы сотрудничали с пирамидой. Эти фирмы даже находились в одном здании. По этому поводу гильдия риэлторов решила провести заседание комитета по этике, чтобы получить возможность исключить агентство из своих рядов, считая, что оно влияет на репутацию их организации. Важно понимать, заявлений в адрес гильдии риэлторов не поступало, а связь агентства с «ФИНИКО» — это пока лишь предположение. Но собравшиеся на заседание упоминали одного из ипотечных брокеров компании, которая якобы настойчиво призывала клиентов вкладываться в «ФИНИКО». Иными словами, вербовала. Нашлось даже подтверждение. По сети будто бы гуляет видеоролик, где эта самая сотрудница рассказывает, где взять кредит под залог недвижимости и вложить их в сетевой маркетинг. При этом она называла номер телефона того самого агентства. Бардак не устраивайте, пожалуйста, это по очереди. Вы задаете мне вопрос, я отвечаю. Люди, продающие недвижимость, на этом заседании не стали лезть за словом в карман. Соперники смело шли друг на друга. Девушка, и она призывала взять кредит 3 миллиона для того, чтобы вложиться и ничего не делать. И вам будет просто капать денежка. Кто-либо из присутствующих видел вообще в деятельности «ФИНИКО», меня как руководителя. Пока нет решения суда, никто не виноват. Но если будет, о чем мы сейчас и пытаемся достучаться, то тогда сотрудники агентства недвижимости, входящие в гильдию, или само получается агентство, сотрудники, все это было известно, участвовали в незаконной противоправной деятельности. Часть офиса была сдана в аренду для «ФИНИКО». А вы признаков пирамиды там вообще никак не обнаруживали? То есть вы их не видели? Ни отсутствия лицензии, ни юридический адрес, черт знает где там. Словом, сейчас в гильдии риэлторов считают, что через две недели можно ставить вопрос об исключении этого агентства из их профессионального сообщества. Однако в самой компании еще на что-то надеются. Возьмем объяснение, проведем служебное расследование. Потому что мы крайне заинтересованы в деятельности. Чем именно закончится эта история, узнаем через пару недель. Но, как верно было отмечено на том же заседании, риэлторы немало времени потратили на обеление своей профессии. Теперь же из-за одного промаха вся эта работа может свестись на нет. Татарстан занял девятое место среди регионов по количеству вакцинированных от коронавируса. Статисты считали граждан, которые привились хотя бы одним компонентом. На первом месте рейтинга. Москва, 4,5 миллиона вакцинированных. Далее идут Подмосковье, Краснодарский край и Санкт-Петербург. В Татарстане пока привито порядка 25% от всего населения. Это больше 944 тысяч человек. Также в Минпросвещении заявили, что принудительная вакцинация учителей не предусматривается. То же самое и с учениками. А обучение продолжится в очном формате. А вот после перенесенного коронавируса риск появления рака повышается в 14 раз. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врач и телеведущий Александр Мясников. Медик пояснил, после тяжелых форм ковида у людей может развиться фиброз, который приводит к опухоли легких. В онкоцентре же республики сообщили, сейчас в Татарстане более 2000 пациентов и ковид на развитие болезни никак не повлиял. Делать выводы о влиянии коронавируса на появление рака пока рано. Это возможно только после 15 лет мониторинга. А пока ковид-19 наоборот даже помог онкологам. Из-за массового назначения компьютерной томографии рак стали обнаруживать на ранних стадиях, что уже спасло жизни более 40 татарстанцев. Мы увидели несколько сотен пациентов, у которых имелись проявления либо воспалительного характера, либо раннего онкологического. Вот из ранних онкологических нами в этом году прооперировано около 35 пациентов. Это только с начала 2021 года, которые, наверное, никаких клинических симптомов бы не чувствовали, дошли бы до нас лишь в запущенной стадии. В сентябре Татарстан запускает новый проект «Пушкинская карта». Его суть в том, что молодежь в возрасте от 14 до 22 лет сможет посещать музеи, галереи, театры, концертные залы на средства, выделенные государством. Пользователям программы нужно просто зарегистрироваться на портале Госуслуг, выбрать интересующее мероприятие в приложении, приобрести билет и наслаждаться искусством. А на карте уже будут лежать 3000 рублей, чтобы облегчить встречу молодого поколения с вечной классикой. На эту карту будет положено на 4 месяца 3000 рублей. Почему 3000? Потому что, если будет желание сходить даже в Большой театр, можно будет и это сделать. Но, как понимаю, там билеты довольно дорогие. Это будет разовый вариант. Возникновение проекта федерального значения появилось на прямой связи с Владимиром Путиным 30 июня, когда неизвестная учительница из глубинки, не назвав имени, сообщила, что у ее подопечных нет средств, чтобы посещать мероприятия учреждений культуры. Президент призвал решить этот вопрос и сообщил о проекте, способном привлечь в вышеназванные учреждения больше молодежи. Напомним, что на другой категории граждан эта карта не распространяется. Почти 13 миллионов школьников старших классов, студентов колледжей и вузов. В республике Татарстан эта цифра чуть больше 331 тысячи человек. Для этой целевой аудитории все-таки есть тоже своя специфика. С одной стороны, им можно уже все, но с другой стороны, все-таки это новое поколение. К проекту «Пушкинская карта» в Татарстане привлечено 30 государственных, 31 муниципальные учреждения, а еще театры, концертные площадки, музеи, галереи и цирк. Есть еще один нюанс. Этих трех тысяч, сброшенных на карты с сентября по декабрь этого года, не хватит, чтобы сходить, например, до концерта новомодных звезд эстрады. Так что придется выбирать концерт Мургенштерна или вечер в консерватории. Вот такими были главные итоги рабочей недели нашей республики в числах. Это была программа «Дайджест новостей Татарстан в цифрах». Меня зовут Дарья Петрова. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин